Вместе с ними тушили, пытались, ребята, когда дым пошел, получается, на второй этаж поднимались, я тоже помогал им. Это сейчас Дмитрий о пожаре рассказывает спокойно, а ведь случилось все чуть больше месяца назад. 7 мая буквально за полчаса полностью сгорел его дом. В тот день Дмитрий вернулся с работы, хотел отдохнуть, лечь поспать, но не успел. Вместе с братьями они спасали, что могли. Из уцелевших вещей остались в основном одни документы. Три раза ты отдохнешь, угарный дым, ты все, выручаешься. Да, плохо было пожарникам. Как бы воды ребятам на колодец ездить, по-любому нужно было, потому что высосали всю воду. Тем более вода у нас, сами знаете, какая. Частный дом Наостровского 7 в поселке Правдинский был поделен на шесть частей. И жило там столько же семей. Среди них многодетная мама Татьяна Монах. Она живет здесь с 1998 года. В доме им принадлежало почти 90 квадратных метров. Это две комнаты наверху и одна на первом этаже. После пожара вместе со своей семьей Татьяна живет в деревне Орденово в поселении Ельдигинское на земельном участке. Его она получила как многодетная мама. У меня муж сам пытается начать строительную работу, чтобы к зиме с детьми, чтобы к зиме хотя бы подвезти под крышу своими силами. Почти месяц разгребать завалы семье Татьяны Монах помогали рабочие. Их прислал местный депутат Сергей Бабаченко. О случившемся он узнал из социальных сетей. Я приехала к людям сюда, к ним. Мы пообщались, посмотрела всю эту территорию. Сейчас, конечно, уже гораздо по-другому все выглядит. Приехала сюда, мы поговорили, чем мы можем помочь. Реально в данный момент тогда нужна была помощь просто руки, людские руки. Не было такого разговора, чтобы мы делили на семью Татьяны, Марии Павловны, или Марии, или Екатерины Ивановны. Этого не было разговора абсолютно. Мы просто организовали помощь по разбору этого завала именно всей территории этого дома. То есть абсолютно не деля на кого-то. Тем более, что у нас не было от них конкретного обращения. Это было наше желание помочь. Администрация нам помогла. Это большое спасибо, я могу сказать, Бабаченко Сергею Викторовичу, который предоставил двух ребят, которые помогали нам в этом. Я с ними работал вместе. Ребята очень хорошие. Ничего о них не могу сказать плохого. Кроме того, от депутата Сергея Бабаченко семья получала и продуктовые наборы. В организации же вывоза мусора и завалов помогала пострадавшим компания «Икон». Жители сгоревшего дома обратились в партию «Единая Россия» за помощью. Они позвонили мне и попросили помочь людям. Конечно же, мы откликнулись. Поставили им уже три 30-кубовых бункера. Вот на данный момент вывезено 90 кубов мусора сгоревшего дома. Но если понадобится, то еще, конечно же, поможем людям, потому что такая трагедия произошла. Рыночная цена одного 30-кубового бункера – 25 до 30 тысяч рублей. С учетом, что контейнер нужен такой не один, сумма выходит приличная. Поэтому подобная помощь весьма кстати. К тому же Татьяна Монах собирается восстанавливать дом. А это еще одни затраты. Где жить-то? Здесь рядом дети учатся. Двое детей студентов. Один в строителе учится, другой в лесхозтехникуме. А младший сын учится в заветах величей школы. Здесь все рядом. А там, где мы сейчас живем, там добраться невозможно. То есть мы на машине. И не на работу, как говорится, мужу и мне неудобно. И транспорта только если своим ходом на машине. А автобусы там не ходят, да правда. Восстановить дом, хотя бы крышу и стены они хотят успеть до зимы. Помогать и дальше им депутат Сергей Бабаченко намерен продолжать. Могу вам сказать, что я говорю не от себя, а от наших людей, что такого депутата не было никогда в правде. Потому что мы помогаем очень многим людям. И помогаем и детскому саду, и школам, и просто социально небеспечной категории. Вот у нас есть свой участок, на котором мы депутаты. И ежемесячно мы помогаем нашим социально небеспечной категории продуктовыми наборами. То есть у нас 165 таких вот семей, которым мы оказываем ежемесячную поддержку в виде продуктового набора.